И последний вопрос на сегодня. Говорит, если один из супругов, то есть два человека, муж и жена, являются неверующими, и один из них принял ислам, а второй еще ислам не принял. Но при этом есть еще один дополнительный фактор, а это то, что во время своего брака, то есть находясь в неверии, между ними не произошло половой близости. То есть, допустим, два человека женились, и еще до брачной ночи один из них принял ислам, а второй еще ислам не принял. Тогда в этом случае как поступать с этим браком? Говорит, опять-таки, говорит, подавляющее большинство ученых считает, что их никах разрывается лишь по принятию, то есть по одному лишь факту принятия ислама одним из супругов. И опять-таки, Абу Ханифа говорит, что нет, по одному лишь принятию ислама не разрывается их брак, но сначала второму нужно также предложить принять ислам. Если он откажется, тогда только между ними брак разрывается. И также Иван Малик здесь согласился с Абу Ханифой, но только в том случае, если ислам приняла именно женщину, а муж пока еще ислам не принял. Сказали здесь уже почему, то есть смотри, в прошлом вопросе сколько мнений было? Было три мнения. Первое мнение сказали, разрывается брак лишь по одному принятию ислама одним из супругов. Второе мнение сказали, нет, лишь по принятию ислама не расторгается брак, но ждем, пока у нее закончится срок ожидания. А здесь вот эти вот два мнения объединились в одно. Почему? Сказали, ля на жераль матхудбе, а ла хиддата алих. Потому что та жена, которая разлучилась с своим мужем еще до того, как между ними произошла половая близость, у нее хидда есть или нет? То есть она ожидает срок ожидания или нет? Говорят, нет, не ожидает. Почему? А потому что нет смысла его ожидать, так как между ними половой близости не было, и есть убежденность, что она не является беременной от него. А в этом вопросе, так же, как и в прошлом, то же самое мнение выбрал. То, что их никак не разрывается, но опять-таки он приостанавливается. И это говорит, что мнение также тех, которые придерживались третьего мнения в прошлом вопросе. То есть если они это мнение даже не высказали, то они также в этом вопросе должны его придерживаться. Почему? Потому что ситуация не меняется. И вот это вот последнее мнение является более правильным. Опять-таки, что у нас случилось? То есть итог такой же, как в прошлом вопросе, за одним исключением. Опять, если два человека, два неверующих женились, и один из них принял ислам до того, как между ними произошла половая близость, а второй остался в неверии, что происходит с их никахом? Наверное, их никах подвешивается, то есть он приостанавливается. И если второй супруг выйдет, точнее примет ислам, еще до того, как жена успела выйти замуж за другого, то она и остается его женой. Но здесь разница в этом вопросе относительно прошлого вопроса. В чем заключается то, что в прошлом вопросе женщина не могла выйти замуж за другого человека, пока у нее не пройдет срок ожидания. А что касается этого вопроса, то она может выйти замуж тут же, за другого человека. Почему? Потому что так как между ними на половой близости не было, никакой ариты она ожидать не обязана. Ни три менструальных периода, ни одного менструального периода ничего ожидать не обязана. Вот это разница между этим вопросом и вопросом в прошлом. Давайте на сегодня мы это завершим, и оставшиеся вопросы будем разбирать, иншаллах, на следующих уроках. И как мы видим, эти вопросы довольно важны, поэтому не нужно брать слишком много вопросов, но необходимо остановиться на этом и понять пока то, что мы изучили. Субхану кулаку махамду. Ашрабу аллаху и ла ха и ла анта. Астахфору маха вату вилей.